эй я не виноват арестую того кто сидел за клавиатурой приветствую всех самих ул дым и мы продолжаем приходить игру киберпанк бармен продолжаем погружаться в депрессию и увы мире киберпанк победившего капитализма киберпанк победившего капитализма где всех чипируют за всеми следят всех убивают но происходит много не очень приятных вещей ну чтож вперед погнали да пройдем эту нить и тут этот день вот так так получше я немного завидую с ты лисой понимаю ну блин тогда не завидую а попытайся наконец-то что-то выстроить хватит сидеть и жалеть себя ты уже это делала почти игнорила все и заперлась сайка скорлупки вот к чему это привело погнали так я вернулась я смотрю это успокоилась немного я все еще хочу убить себя не спеши свою в этом и но все-таки я немного остыла цель мне очень помогла я не могу злиться когда она рядом кстати где она кажется она вышла встретить сц стеллу или как там ее твоем состоянии это я должна тебя защищать эй меня сдерживает только сломанная рука я забиралась в горящее здание не с такими ранениями ага как в тот раз рукой был бы порез чуть глубже и ты навсегда бы решилась способности ее манипулировать здравствуй да привет жил о чем спорите я вроде как телохранитель стелла неофициально я пока не все не совсем готовы к таким обязанностям мой отец настаивает на том чтобы я ее чтобы я везде ходила с охраной поэтому я прошу сей чтобы она меня сопровождала она и так обучена делать то что делают телохранители а честь не всегда очень весело я так понимаю это горилла на улице такое офиц твой официальный телохранитель это бастер крутой мужик профессионально играл футбол пока не потерял ногу во время дерби да мы предлагали ему операцию по установке протеза в качестве награды за годы службы он всегда отказывается он привык тому что у него есть что у него есть может это так и к лучшим он привязал дубовую ветку с и миской на конце к своей культе и бегать с ней быстрее чем я это правда ну как говорится может он в душе пират вы будете что-нибудь мне пока достаточно брэнди большой сегодня в хорошем настроении один большой брэнди для стеллы так стиль дамский скорее всего да клуба фембе гайской огонь и золотой кислые грезы классический изысканный брэнди брэнди не точнее брэнди постоянно забываю я конечно понимаю кажется почему они заменили название так большой так большой это 12 сколько же она до 12 верно черта я подзабыл да тут же можно вот так делать 12 и 6 нет ух экстракт бронза чуть не кинул 6 и 1 карматрин они 2 получается 2 карматрин перемешать выдержать брэнди не держи я до сих пор не могу понять почему самые качественные дорогие вещи всегда такие маленькие это как и знаешь приходишь в ресторан а там тебе накладывают за предельно дорогой еды буквально один укус ну подруга это как бы честно ну это называется чтобы создать побольше денег или на или как говорится поиграть на вот таких вот любителях изысканной кухни когда тебе дают что-нибудь да тебе дают что-то очень вкусное но это такого так мало что тебе придется заказывать еще несколько порций еще больше раскошеливаться иногда просто хочется запить себе желудок каким-нибудь дешевым мусором ну как бы именно поэтому ну да это правильно потому что вкуснятина тебе давать из-за гроши не будут жри мусор и губи здоровье а кавафра суде капитализма прибыли превыше всего а ты можешь помирать от цирроза почек сэй пошли потом захватим пару гамбургеров отказов я не принимаю я знаю что ты приду я знаю что ты подразумеваешь под порой парой подруга тогда уж лучше позвоним и скажи чтобы они все заранее подготовили я могу я могу вас кое-что спросить конечно ну давай как вы познакомились как-то расстала пришла в парк где я любила играть в детстве мы познакомились стали играть вместе так я все больше и больше узнавала ее мой папа рассказывал что когда мне было пять лет и она ставила на том что хочу паркс и настоящими детьми мы ехали пока не нашли парк который мне понравился и так уж получилось что там была сэй ты когда-нибудь видела девочку в платье на обшарпанной детской площадке разок и изваляешься она усвоила урок и стала приходить подходящей одежде но блин это зрелище никогда не забуду стесняша подожди ты заслуживаешь того чтобы попасть на мой скрин давайте скринчик добро пожаловать во 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 красота скриншотик все ну продолжаем выходит вы знаете друг друга почти всю жизнь я знаю ее дольше чем своего отца а почему ты спрашиваешь просто так вот так комфортно друг с другом вам так комфортно друг с другом кажется что между вами что то есть что я ничего не вижу паук что ли отношения сэй а между нами да теперь поняла забавно на школе стеллы школе стеллы мы действительно получили шуточную награду самая сладкая парочка три года подряд так вы не ходили в одну школу не а у тебя нет друзей детства джил друзья детства даже не знаю дедушка наверное каким он был человеком сорвал он ел бронзовые корни каждое утро бра но со мной он был другим я помню как он отлично отчитывал моего отца потом продолжал мимо мило играть со мной что любопытно он отец моей мамы а после того как мама с папой расстались он остался с моим папой ну да он был моим другом детства богу слушать же а что вот это вот такое свечение острый коктейль вкусный когда пьешь его в первый раз но потом приедается еще он почему-то коричневый сделай-ка мне его пожалуйста и мне тогда тоже налей сейчас свечение для девушек два свечения подожди это специально дожди свечение где она так давать поищем дожди стиле фанцованы ром дедово пойло давил бы а как где-то свечение или его надо на а вот он свечение вот оно свечение не правда не оправдана бурный вот он свечение две штучки так 4 штучки на 4 1 пара порошковая дельта и 3 формальдегида и карматрин так перемешать со льдом выдержать перемешать со льдом выдержать свечением и второй слой 1 2 3 4 так перемешать свечения держите не знаю он вроде ничего такой да но выпить три таких и на вкус он будет как песок острый песок но все равно песок то приглаш приглушил свет похоже она много выпила пока меня не было но и она устала наверное из-за всей этой истории с банком она рассказывала мне обо всем что там творилось джил честно говоря я бы на ее месте не про не продержалась я должна была быть благодарна за лечение на на машинами которыми обеспечивают всех белых рыцарей лечение это один из механизмов лечения если коротко надо машины помогают справиться с травмиру травматическими растут посттравматическим расстройством странновато честно говоря это эти получается кином на машины воздействуют на разу потому что но и то что посттравматическое расстройство она по большей части носит именно не прямо на виде ранения или болезни что-то с психи они 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 обязательно для всех белых рыцарей вне зависимости от отделения конечно росгвардия росгвардия должна быть всегда в вооружении вооружена до зубов тоже будет митингующих-то дубасить дубинками рабочих кидать в автозаки но этого мало чтобы полностью излечиться на три дня банк превратился в кромешный ад на земле и бедная сэй до сих пор за это расплачивается распуск белых рыцарей последовало преследование тех кто состояла в рядах это нечестно среди всех людей которые пользовались статусом белых рыцарей своих корыстных целях цель была одной из немногих которые верили в свое дело хотя это ею воздалось хотя это ей воздалось ее лечил тот доктор которому она всегда помогала во время экстренных ситуаций он вылечил я просто так не взяв ни цен ну вот как говорится как говорится хоть я бы взял за доллар хорошая реклама вот как говорится делай хорошие поступки и те воздастся и вот воздалось ну хорошая карма там и и все хорошая карма там и все такое думаю она заслужила большее покровительство а ты знаешь из-за чего из-за всего этого я поняла что я возможно не такой уж хороший человек почему когда я видела что с и ранены и молит о помощи я на секунду обрадовалась раньше она всегда была нужна мне а теперь наконец-то ей оказалось нужно я я впервые почувствовала свою важность и кто я после этого иногда сам факт того что ты жива уже здорово помочь человек кто знает может мысль о том что она вернется к тебе заставлю заставляла ее двигаться дальше так что в твоих мыслях нет ничего постыдного все мы люди в конце концов может быть и так еще что-нибудь будешь нет спасибо мне уже пора на самом деле пошли сай захватим бургеров и домой ага мы пошли спасибо приходите к нам еще тебе уже лучше нет просто от меня перестал валить пары за гнева а я все еще чувствую себя куском дерьма ну не все сразу дожди ким и кто нибудь о ким здравствуй а таки а это журналист так продолжаем данный вид данная часть так записывается уже на следующий день так что такие вот дела просто потому что у меня не хватило времени так со туда ким это журналистка которая нашего товарища я как-то называли этого товарища лет я не помню доу-доу-ди джонс д джоунс а как-то так его звали если не помню этого усатого товарища с хорошей харизмой он один из самых таких веселеньких она его постоянно покларовала матом ну а части я думаю заслужен ну слушай посмотрим что она попросит фух нашла а то я боялась что все перепутаю попаду кому-нибудь домой что закажешь сегодня сделай мне пожалуйста золотое яблоко хорошо золотое яблоко у нас есть дом муланский чай горячим мая мы его уже потратили так что в любом случае придется делать ей яблоко хотя хотел бы узнать вот ей можно вместо яблоко подсунуть гора чему ауа но жаль только эта вещь только одна сожалению ну ладно кажись как я помню когда мы той подруги хакерши его дали эмми и элми к же сел мне о ее хорошенько так разнесло ну ладно а где тут этот золотое яблоко вот она горькие золотое яблоко так она хочет золотое яблоко ну держите и корма трим по вкусу давайте давайте ее сразу в пятерике в мажем прям взболтать со льдом так сразу и пятерик сразу пятерик в машем так дожди ну ладно как скажете он давать так уж побольше ой ладно хотя давай еще два и теперь нужно это сболтать со льдом стоп а вот золотое яблоко держи спасибо как работает как работа в газете да я увольняю я уволилась что ага я пришла к этой шовинисткой шовинистка с шовинисткой хуи мрази в кабинет и заявила что ухожу почему-то решил это сделать я раньше всех пришла на планерку и получила задание трудилась стать ним несколько часов а потом пришли эти сучки и все испортили после этого у меня не осталось времени чтобы все исправить и редактор унизил меня перед всеми за то что я не выполнила задание это стало для меня последней каплей так что я ушла да ну и как ты себя чувствуешь ни о чем не жалеешь ни о чем не жалеешь человек всегда будет о чем-то же сожалеть даже если делаю делаешь то что хочешь ты будешь постоянно спрашивать себя что есть мне так было просто физически плохо мне там было просто физически физически плохо я со страхом и ждала каждого рабочего дня я даже чуть не я не знаю что я теперь буду делать но это точно будет лучше чем гнить там я чувствую себя свободно свободный это замечательное чувство понимаешь теперь могу найти то что мне понравится дополненную правду я точно не вернусь но всегда можно заниматься журналистикой в другом издании я не чувствовала себя так но вообще ник я не чувствовала себя так но вообще никогда а родители твоей как отреагировали они конечно не обрадовались мой папа спокойно отреагировал нового мягко говоря взбесилась и что-то теперь собираешься делать и всякое такое я здесь не для того чтобы найти причитать налей мне пожалуйста что нибудь большую что конкретно и знаю ну что-нибудь например игристое что-нибудь большой и игристое ладно так что-нибудь игристое ну давай ну давайте по на разве зонут как раз и игристое большой то получается на 2 это вот это идти дожди большую подожди а это сработает подойдет 2 до 2 на 9 это сколько ждет она сейчас 6 7 8 до и мешать выдержать ядрить в адрике и замешал бой развязывал ой сейчас кажись она вырубится ну подруга извиняй сейчас ты отлетишь от такого количества карматрины я думаю мало кто не отлетит держи если верить рекламам моющие средства это чист очистит меня изнутри и убьет все что способно внутри тебя жить и вот все я вот все хотела спросить почему ты вообще устроилась туда работать просто то чем я занималась по окончании школы только и всего просто это то чем я занималась по окончанию школы только и всего пропустить год я не могла поэтому пошла в первое место которое пришло мне в голову но на курсы робототехники я не про я не прошла поэтому выбрала журналистик честно говоря мне все это еще на полпути надоело и не могла найти в себе силу идти родители слишком на меня давит совершенно обычное дело должна сказать у тебя были похожие проблемы да прям как у тебя я просто слушалась и продолжала делать то что от меня хотели старших классах и колледжа никогда не задумывалась на тему к чему я иду а потом какой-то момент я почувствовал что моя жизнь просто утекла сквозь пальцы внезапно мне захотелось просто свободы небольшой паузы остановиться передохнуть собраться с мыслями из-за этой сраной передышки моя жизнь превратилась в сущеат дай мне что-нибудь что-нибудь извини у меня просто в горле пересохло пойдет что угодно только поскорее ладно она попросила она попросила им что нибудь буквально подожди а извиняюсь что я может отдать эти что-нибудь буквально что мне дать пола не подойдет муланский чай может дать блин а что мне дать я не знаю а ну давай рома водно ром держи спасибо кажется я тебя сильно задела своими расспросами не вини себя у меня просто черная полоса в жизни что ты теперь будешь делать честно я не знаю я чувствую себя свободной я могу делать что захочу учиться где мне нравится работой где пожелаю я понимаю что все не так просто и наивно но я чувствую себя увереннее чем когда закончила школу я не понимаю почему молодые люди едва имеющие представление о том как устроено общество должны через это проходить ну что же искренне желаю тебе успехов но не жертву ради чего-то своим здоровьем особенно психически спасибо мне правда не хватало слов поддержки приходи если я если ее окажется недостаточно я не могу оставить человека проходить все это все в одиночку спасибо спасибо пока отжил не за что приходи к нам еще ух тебе стоит последовать собственному совету не знаю я да знаю я знаю давай закрываться тебе нужен отдых ага дорогуша блин дороти здорова а вот она и дороти ой дороти извини мы как раз закрываемся так давайте добьем день до конца я пришла за тобой почему ты меня обнимаешь я оплатила кое-какие ее услуги обнимашки всю ночь извини что короче дороти пойдет с тобой домой и составит тебе компанию чего ты хочешь этим добиться ну во первых это усмирить твой гнев так что или объятие или ведро чего-нибудь холодного я не обещаю что в нем будет вода я вижу ты остыла немного но я точно знаю что в тебе лучше не оставаться нет тебя лучше не оставлять одну по крайней мере от ей от ее объятий к тебе может прийти просветление какой-нибудь не знаю какой-то странный у тебя ход мыслей это не так тебе нужны объятия в больших количествах сейчас тебе нужно теплого живого человека ну гуманоида 1 1 ты уже побыла спасибо теперь будем играть по моим правилам позаботься обо мне пожалуйста так секунду ой не могу просто как-то там секундочку так все давайте делаем скринчик всего экрана а так попадешь добро пожаловать хороший скриншотик такая вот процедура обниму обнимашь обнимашек обнимашек терапии терапия обнимашек так зарпад так заработан за игру и т.д. ошибки 0 ошибок налог 30 процентов зарплаты за сегодня 534 чаевые 250 премия за безупречную работу 500 а валу себя купи что-нибудь вам здоровье 500 долларов еще и всего получено 1781 доллар неплохо счет за электричество будет выставлено понятно у джил недостаточно растет с рождественского настроения приобретение мега рождественской елки поможет есть сконцентрироваться на работе что это было был за лилим просто хороший друг ну я и как я вижу тебя наконец-то появилась стороны настроение поговорить с котиком а где тут мега рожде а вот мега раздерстанская елка так которого отпразднуйте из поганину коммерческую версию жизнь по из поганиного праздника но это правда капитализм портит все не только в спорт спорт людей и т.д. но как говорится имеется его ладно поправлю не сам капитализма его высшая стадия сегодняшняя либеральная она окончательно все вместе вместе с капитализмом гниет и все остальное ну ладно ладно в следующей серии уже почитаем ну да почитаем следующей серии а то все и так серия уже выйдет как минимум на 30 там на минут 30 как раз примерно так что я думаю этого хватит продолжим уже следующей серии и честно говоря я это обидно нам даже не показали как их вечер проходил я бы хотел бы увидеть их диалог это было приятно просто что дорати мне уж она очень уж не она мне нравится а сил лоля фил я любитель лены вот таких вот таких вот милых девчушек ты к тому же зная как она но их это также один из персонажей языка за диалогами которого интересно следить такого-то доуди джоусон дорати и получается сэй и сэй вот это вот белый ангел все остальные так чисток для меня не сильно они меня задевают я большинство даже паса был часть я даже думаю забыл а возможно и нет ну ладно а кстати да и о новые новости из чата пришли ну ладно в этом каких в каком-то из чартов появились новые сообщения буду надеяться что-то по поводу банка может там какие-то подробности интересные надеюсь вам понравилось ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии предлагайте игры критикуйте я буду очень работу рад своим поболтать заглядите в описании там будет ссылочка на мой рутуб канал заглядывайте на него и подписывайтесь ну или просто на рутубе мой канал поищите вы можете у легко найти название превью логотип все на месте также там кстати говоря будет ссылочка на крайне хорошего человека который сделал нам шапочку а то я что-то уже подзабыл надо сказать и загляд также к нему заглядывайте он вам сделает все приготовления для вашего хорошего канала под тематику которые вы любите и жмите на кнопочку подписаться на колокольчик так в новых видео о новых видео будете узнавать первыми и пополните нашу 7 все более нашу крепкую большую семью и сами я конечно же не прощаюсь увидимся в следующих сериях нашего капиталистического барменского рая он 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 он